Почему я вдруг решил снимать видео о чай? Ну, неожиданно я почувствовал себя экспертом, когда пришел в магазин. Потому что, когда я пришел в наш магазин, один такой, ну, мощный такой магазин, в котором много товаров, на полке стояли пачки чая, на котором было написано крупными буквами, крупно-листовой чай. С чего я решил, что я в каком-то смысле эксперт по чаю. Когда я приехал отдыхать в Сочи, тоже было в Советском Союзе, а Сочи тогда входило в Краснодарский край. И там выращивали в предгорьях, недалеко от Сочи, этот краснодарский чай. В Сочи мы были по профсоюзной путевке, которую трудно было достать. Нам досталась путевка только весной, когда там затяжные дожди, загорать особо невозможно, в море купаться тоже. Но делать нечего, мы поехали на экскурсию, и там сказали, что вот, ребята, самый хороший чай, который собирает, это вот три верхних листочка. Ну, естественно, самый еще лучший, который с центра веточки растет на кончике, и два вот соседних. И вот это, значит, самые хорошие листочки, но, естественно, не маленькие, потому что это как раз самые начинающие листочки. А те листочки, которые подальше, они крупные. Как вы понимаете, написать гордо, что это крупно-листовой чай, это все равно, что гордо написать, что чай третий сорт. Ну, или низший сорт. Вот, низший сорт чая крупными буквами. Ага, звучит. Вспомнил, что я знаю еще два секрета. Один секрет, связанный с заваркой, который я единственное, где прочел в книге, не переведенной на русский язык. Там было о чае, и была рассказана очень хорошая штучка, которую я потом расскажу в конце, которую я просто больше нигде не встречал. Второе, что я знаю о чае, довольно редкое свойство, тоже оно упоминается, но мало где, я тоже расскажу немножко попозже. А теперь, значит, еще расскажу, как выбрать чай. Почему мне вообще стал вопрос о выборе чая? Казалось бы, а вот почему. Ну, потому что, когда произошла перестройка, стало много сортов чая, но старые любимые сорта чая пропали. Я выяснил, что целонский чай, который мы любили в Союзе, это вроде бы новый чай Дилма. Это уже современная упаковка, сразу после перестройки подавалась другая. Я его попробовал, ну, мне понравилось, некоторое время я его пил, а потом испортился этот чай. Я выяснил, что основатель Дилма передал управление своим сыновьям. Ну, сыновья стали уже похуже, видимо, гнать. Ну, бывает такое, массовое производство, перестали блести качество. Ну, дальше я стал искать, какой чай. И, в общем-то, не нашел я хорошего чая, решили перейти на кофе. Тем более, что мы тогда купили кофемашину, которую она делала, такой, экспрессос, тогда самую недорогую в то время. Вот, у меня жена любила кофе, я решил, да черт с ним. Я особенно, не надо тонизироваться, буду пить кофе со сливками там или с молоком. Вкус кофе я никогда не любил, он всегда мне казался горьким. А кофеманов я не очень понимал. В общем, перешел я на кофе, долгое время пил кофе. Когда неожиданно у меня развился гастрит, ну, бывает, гастрит у меня развился из-за того, что мне доктор сказал в качестве профилактики пить кардиомагнил. А кардиомагнил это аспирин, ну, плюс некое, вроде как, защитное средство для желудка от магния. Ну, тем не менее, значит, защитное средство не помогло. Такое бывает от аспирина у некоторых людей, у которых не очень большая защитная стенка желудка. Но, видимо, мне не повезло. В общем, меня стало раздражать все, включая кофе. Мне снова пришлось идти искать чай. И вот тут я пришел в чай, увидел, что крупнолистовой в большой фаворе. У вас остается крупнолистовым чаем, ну, в чем взять таких? Они не уважают покупателей. Но, раз они не уважают покупателей, соответствующий чай будут сыпать. И что же выбрать? Понятно, что ни по деньгам, ни по времени, ну, по крайней мере, для меня, невозможно перебирать все те чаи, которые стоят в магазине. Нужен какой-то другой подход. И первое, что приходит в голову, выбрать какую-то страну, которая пьет много чая, достаточно технически развито. И, так сказать, экономически развито, чтобы народ там все-таки как-то, ну, более-менее культурный был и мог себе позволить купить хороший чай. Первое, что, конечно, приходит в голову, это Англия. Можно это подтвердить некими научными изысканиями. Если мы возьмем, например, количество чая, потребляемого на одного человека. Есть такая таблица в Википедии, и посмотрим, кто же там у нас чемпион. И тогда мы сразу видим, что у нас сначала идет Турция, потом Ирландия, а вот теперь идет Великобритания, потом Россия на почетном месте. Турция, Ирландия все-таки не такие развитые, как Великобритания. У них, понятно, что технология не такая. Так что, правда, что можно остановиться на Великобритании. А Китай, который традиционно, конечно, считается родиной чая и прочее, 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 он находится только, знаете, на каком месте? На девятнадцатом по потреблению чая. Ну, то ли население бедное, то ли они свой чай не пьют, я уж не знаю, в чем дело. Вот. Поэтому, значит, мы будем рассматривать Англию, как в качестве примера, будем смотреть, какой чай там пьют, какой чай там распространенный. Теперь, какой тип чая, черный или зеленый? Ну, можно сразу сказать, что, конечно, в Великобритании, как и в большинстве западных странах, пьют больше все-таки черный чай. Поэтому выбор кажется очевиден. Можно сказать про российские традиции. Известно, что Россия где-то до революции в основном закупала чай из Китая. Но, если выглядеться внимательнее, оказывается, что она закупала в основном черный чай. А зеленый, ну, закупала, но в меньшем количестве. Причем, по мере продвижения к революции, к созданию Союза Советских Социалистических Республик, потребление черного чая росло. Ну, понятно, значит, черный чай просто больше нравится всем другим людям. Во-вторых, что, конечно, надо принять во внимание, это насколько фирма, так сказать, долго существует. Ну, кроме того, нас, конечно, не интересуют все подряд компании. Нас интересуют те компании, которые представлены у нас на полках. Еще говорят, что Ахмат в железных, жестяных коробочках, Ахмат вроде как хороший. Но, извините, у меня не настолько много денег, чтобы пробовать все дорогие чаи в жестяных коробочках. Ахмат, кстати, это английский чай Ахмат, но скорее формально. Из Ирана в Англию его перевели сравнительно недавно, в 1979 году. И, судя по Википедии, продается он в основном за пределами Англии. Из всего того, что у нас представлено на полках, и того, что мне удалось найти, собственно, английскими компаниями является Липтон. Но Липтон, как я посмотрел на форумах, в Англии почти не пьют. И, как бы, его даже мало знают в Англии. Так что Липтон приходится отмести. Да и вкус его сильно зависит от страны. Я поехал в командировку во Францию довольно долго, на несколько месяцев. И там, с удивлением, увидел, что в Франции пьют кофе. Но кофе я там пил, конечно, заодно со всеми коллегами по работе. Но как-то особо к нему не привык, и дома предпочитал чай. Поскольку Франция в основном пьет кофе, а не чай. Я, значит, поискал, какой там чай есть в магазинах. И увидел две вещи. Ну, во-первых, понятно, что некоторое количество англичан во Франции всегда есть. Поэтому там отбирают самые такие сорта, которые англичане будут пить. В общем, там стоял, во-первых, Твинингс. Это, так сказать, для богатых в магазинах. И для ширпотреба, так сказать, на бензоколонках был исключительно Липтон. Я Липтон один раз попробовал. Он был неплохой там во Франции. Но, несмотря на то, что, конечно, Липтон существует давно, но это уже давно, так сказать, не тот Липтон. Дело в том, что Марку Липтон купила компания Unilever, которая, кроме чая, производит очень много чего. И поэтому, как бы, ну, чай у нее где-то сбоку припеку, и она проводит такую политику, насколько я понимаю, что это должен быть чай такой конкурентоспособный среди широких слоев населения. И поэтому, естественно, она там, где, как бы, ну, у людей меньше покупательной способности, чтобы конкурировать, она ухудшает качество своего чая, чтобы конкурирует другими с компаниями, так сказать, no-name, компаниями, которые не с такими традициями, не с таким известным именем. Ну, надо сказать, что до этого я побывал еще на вторпоездке в Израиль, куда мы поехали, так сказать, дикарями. Ну, то есть, по интернету заказали отели, были там две недели, сами там себе купили экскурсии, если надо было купить. Но в основном мы просто сами осматривали достопримечательности, которые прочитали по путеводителю. В общем-то, мы совершенно не жалеем. В отеле у нас там была даже кухня такая небольшая, где можно было все готовить. И мы, соответственно, естественно, заваривали чай, брали там пакетик, ему что неудобно там, ну, побыстрее просто. Брали липтон, нормальный был липтон, вполне себе можно пить. Не такой же, как твинингс, но нормальный. А когда мы, я тут попробовал чай липтон у нас, ну, просто жуть какая-то, сено-солома. Это коррелирует с тем, что многие компании на Западе, которые работают со странами Восточной Европы, они там тоже снижают качество. Может быть, не так, как в России, но снижают. На самом деле произошло следующее. Там как-то народ заинтересовался. В основном в Словении. Потом подхватили Чехия, другие страны. Они стали сравнивать продукты у них и в соседних странах, куда они могут ехать здесь свободно. У них там без визы, видимо, режим. И как бы давно у них шла слава, что там продукты лучше. Но стали просто сравнивать состав. И обнаружили, что действительно состав-то разный. В одном шоколаде, как сказать, масло какао было заменено на пальмовое. Или сливочное было заменено на пальмовое. Ну, в общем, ухудшено. В другом месте там они положили место сахара, что-то еще более дешевое. Кока-кола, значит, просто увеличила тупо количество сахара в своей Кока-коле. Кстати, можно прочесть, что Кока-кола на самом деле поставляют, ну, тоже в Википедии, на территорию нам концентрат, но сахар местные фирмы добавляют сами. Ну, там еще какие-то пирожные сравнивали. Ну, булочки какие-то распространенные. Ну, в общем, несколько товаров сравнили. И да, как бы состав хуже. Причем фирма оправдывается тем, что, ну, мы подделаемся под вкусы. Подделываются-то не под вкусы, подделываются, но почему-то всегда получается, что они более дешевые компоненты в результате ложат. Поэтому, как бы, если они будут продавать дороже, чем какие-то, ноу-нейм, так сказать, неизвестно каких фирм-конкуренты, то, может быть, у них и покупать не будут. Ведь надо же помнить, что тот же Ча Липтон, он рассчитан на массу потребителя. Он не может держать марку, он конкурирует с другими массовыми сортами. Если другие массовые сорта удешевили за счет качества, и народ как-то их берет, то, значит, ну, естественно, они вынуждены как-то снижать это качество. Сдержать качество только могут те, которые рассчитаны на средний и высший класс. Самая известная, раскрученная и старинная марка Ча Липтон, Липтон Йеллоу Лейбел, продается в основном в пакетиках, по крайней мере, на Западе. Но пакетикам я как-то до сих пор не очень доверяю. Тем более, что качество Ча Липтон, по моим ощущениям, меняется от страны к стране. Ну, понимаете, в пакетиках, во-первых, я не вижу, это чай мелкий, это может быть чайная пыль. Конечно, можно сделать пакетики качественно, так сказать, просто мелко-мелко измельчить лист чая, но, значит, все равно, когда чай делают, он довольно быстро теряет свой аромат. Чем меньше объем крупинок, тем больше поверхность по отношению к этому объему, и тем быстрее этот объем теряет свой аромат. Если крупинки совсем маленькие, аромат будет выходить очень быстро. Кроме того, я не понимаю, что это ложит. Какую пыль, я даже не могу на него посмотреть, мне как-то это не нравилось. Тетли, это одна из первых компаний, тоже давно существующая, но одна из первых ввела чай в пакетиках, в Англии, я имею в виду, ввела, и широко распространила. Как сейчас помню, у нас была компания, Тетли ни капли мимо. Этот чай, хотя он и в пакетиках, но он достаточно качественный, и он довольно горький, что может быть не совсем соответствует традиционному нашему вкусу российскому. Англичане выходят из положения, что они заливают его молоком. Но, к сожалению, Тетли у нас не представлен на российском рынке. Он был представлен, но ушел. Гипотеза состоит в том, что он не смог конкурировать с этими дешевыми сортами за массового потребителя, а не хотел терять качество. Потому что, ну как, если у нас народ так обеднел, что пьет только совсем какой-то плохой, невкусный чай, у Тетли, который в Англии ориентирован на массового пользователя, остается две возможности. Либо снижать цену, но это значит снижать качество. Он, по-видимому, этого не захотел. Тетли, к сожалению, исключается. И остается Твинингс. Про Твинингс известно то, что он в Англии считается хорошим чаем, но дороговатым для повседневного потребления, скажем, в офисе, там где-то на работе. Ну, его пьют там по праздникам или в богатых семьях, ну, в домах просто, дома пьют. Но, как бы... Но, тем не менее, да, он популярен, и как бы он держит марку. Если сравнивать традиции Твининга и Липтон, видно, что Твинингс тоже купила компания. Но эта компания, которая купила Твинингс, она называется английская ассоциация, там, чего-то-чего-то. И, в общем, она специализируется, по крайней мере, на продуктах близких к чаю. Там какие-то булочки, там, сладкие, вот, что-то вот такое вот. Поэтому, по крайней мере, Твинингс держит марку. Ну, вот, значит, из такого выбора у нас вот реально остается вот только Твинингс, только Твинингс, который у нас представлен. Не везде его, правда, можно найти, но все-таки он есть. И, кстати, ту коробку, которую я купил, она производится не у нас, а в Польше почему-то. Ну, как бы, это тоже внушает надежду, потому что Польша старается привлечь западную компанию. Это единый рынок, значит, общий рынок европейский. И там они, как бы, общие европейские правила, они стараются им соответствовать, им как-то труднее, скажем так, халтурить. Поэтому, как бы, есть надежда, что чай Твинингс, произведенный в Польше, ну, скажем, будет такой нормальный. А Твининг, кстати, танины не сильные, желудок не раздражает. Он такой тонкий аромат, хороший чай. Коробочка Твинингс, кстати, она железная, и сверху герметично закрыта фольгой, чтобы не терял аромат. И, наконец, собственно говоря, а где купить чай? На самом деле, даже этот Твинингс купить не так-то просто. В нашем микрорайоне он есть только в одном магазине, в котором почему-то традиционно товары представлены чуть подороже и чуть покачественнее. Ну, возможно, потому что в нем почему-то отовариваются программисты, или он, так сказать, часто, или потому что он расположен в самом центре нашего микрорайона, на самой центральной улице, я не знаю. В других местах как-то я его не замечал. Чай, конечно, можно заказывать на Озон. Я там чаи не заказывал, но заказывал, например, какао, приходит замечательно, наценка небольшая за пересылку, получать удобно, приходит быстро. Я остановлюсь, какие чаи лучшие, чистые сорта или купажированные, или блендит сорта, которые смешаны. Но я склонен думать, что смешанные лучше, потому что, видите ли, чай это как виноград. Зависит его содержание кофеина, и аромат, и вкус, они зависят от погоды, от того, какая была зима, ну, может быть, она не очень в субтропиках суровая, но тем не менее, дождливая ли была весна, там много чего, это все зависит. И поэтому, значит, смешивая разные сорта чая, ну, хороших, естественно, удается получить примерно одинаковую крепость по кофеину, примерно одинаковый, значит, аромат, примерно одинаковый вкус. Только так этого и можно добиться такой стабильности. Используя один сорт, вы никогда его не добьетесь, и поэтому, значит, немножко поговорим о смеси. Ну, две самые традиционно распространенные к смеси, которые есть, это English Breakfast и Earl Grey. Ну, Earl Grey, это, значит, смесь несколько сортов с добавлением бергамота, причем, так уж сложилось, что Twinnings считается, как бы, законодателем мод в этом Earl Grey, хотя другие делают похожие чаи. Вот. А English Breakfast это тоже традиционная смесь, тоже примерно известно, каких сортов, но, естественно, все немножко мешают по-разному, все по-разному соблюдают стандарты, а главное тут, ребята, состоит в том, что тут еще от человека зависит, как кофе зависит от баристера, который его, значит, заваривает и делает, так и в чай зависит от того человека, который смешит эти сорта. И, видимо, в Twinnings, что называется, кадры получше. Дальше я вам расскажу еще два правильных способа заварки, но уже хорошего чая. Ну, для плохого, наверное, тоже годится. Один из них я усвоил, не знаю, откуда он пошел, но я его усвоил, когда работал еще физиком, теоретиком, вот, в институте нашем родном, и уже наступила перестройка, чай стал немножко похуже, а я работал тогда в лаборатории рядом с ребятами, которые делали замечательную инфракрасную оптику. Ну, то есть, они прокрытие инфракрасное делали. Короче, у них там для производства нужна была абсолютно чистая вода. Они делали дистиллированную воду, плюс прогоняли ее через какие-то ионообменные смолы, и вот, если на ней заварить, даже средняя чайна получалась замечательно. Поэтому, конечно, чем чище у вас вода, тем лучше. Ну, вода какая есть, лучше брать фильтрованную какую-нибудь. Это первое, значит. Второе, значит, там же меня научили, ребята, вы, когда завариваете, где-то в средине окончания заварки, вы либо сильно взболтаете чай ложечкой туда-сюда, туда-сюда, чтобы чаинки взбаламутились, либо завариваете неполный чайник и дарите резко туда кипятку и чтобы чаинки опять-таки взбаламутились. В общем, цель взбаламутились. Это оказалось совершенно правильно, потому что, когда я открыл железную коробочку твининс, кстати, она железная, и сверху герметично закрыта фольгой, чтобы не терял аромат. Негерметично закрытый чай теряет аромат очень быстро, где-то за месяц. И там было написано прямо, три минуты заварите кипятком, потом, значит, взбалтываете ложечкой туда-сюда, чтобы взбаламутились, чаинки, потом еще три минуты. чистая вода, вот такое взбалтывание в средине заварки. И, значит, последнее, что важно, после того, как он у вас полностью заварится, перелить в другой заварочный чайник. Вот этот совет, перелить в другой заварочный чайник, я встретил единственное, вот в этой самой книге «Наука и искусство кухни», то есть приготовление блюд. Вот в этой книге я его встретил, больше нигде не видел, и он очень правильный. Это останавливает процесс извлечения танинов, которые горчат, из чая. И такой чай, ну, мало того, что не раздражает желудок, что для меня важно, он может долго храниться. Вы можете его пить на следующий день, может быть, аромат слегка исчезнет, но горьким он не станет. Китайцы недаром говорят, что суточный чай подобен ядовитой змее. Но это потому, что если долго держать чай, то начинает выделяться то, что, в общем-то, уже не надо. За время заварки выделяется кофеин, основные ароматические вещества, дальше вы переливаете и все, останавливаете процесс дальнейшей экстракции из чая. Вот, это три правила. Интересно еще подумать, почему же люди покупают и как люди обходятся с этими самыми сортами чая, которые, вообще-то говоря, плохие, сено-солома. Ну, тут у меня гипотезы только есть. Я думаю, что, чтобы извлечь кофеин, они заваривают много. Просто не заваривают много, не обращают внимания на вкус. Мою гипотезу поддерживает еще то обстоятельство, что Оруэлл, такой известный писатель, но самое известное у него произведение 1984-е, а также скоттоферма, где свиньи захватили власть и просгласили лозунг «Все животные равны, на свиньи равны больше». Автор, в общем-то, сатирический, политический сатиры, но он писал и о чайе. О чайе он писал, кстати, вскоре после войны. И в Англии чай еще тогда нормировался. Англия же воевала с Гитлером, и там Гитлер пытался блокаду устроить. В общем, после войны чай еще нормировался, я думаю, что у них был плохой чай. Поэтому, значит, рекомендации заварки плохого чая, видимо, можно взять у этого Оруэлла. Он говорит следующее. Так, берем, ложим 6 ложек на литровый чайник заварки. Ну, у нас, по-моему, полулитровый, видимо, три полные чайные ложки с верхом. Это англичане считают чересчур на одного человека. Он имел в виду на одного человека. тем не менее, видимо, плохой чай сойдет. Дальше говорит, очень важно говорит, подносим чайник заварочный к кипящему чайнику с водой. И этого кипящего чайника с водой, прямо кипящую воду, прямо сразу наливаем в заварочный чайник. Ну, в общем, я вам все рассказал. Все секреты, секреты чаепития рассказал. Так что, желаю вам хорошего чаепития и нормального чая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok